Спасать поля и леса в районах области собирают мобильные бригады. Ситуация с пожарами серьезная. Разводить костры, сжигать листву и траву нельзя. Почти половину пожаров или термоточек сейчас по области ликвидируют вот такие мобильные бригады. По-разному бывает и по три часа, и по четыре, и по полдня, и даже ночью. Не везде могут пройти машины, поэтому на себе приходится носить баки по 40-50 литров и ранцевые огнетушители. На длинные дистанции, пока туда, пока сюда, пока по лесу, с ним побегаешь. Основную работу тоже не отменишь, так что приходится круглыми сутками трудиться. В основном специалисты администрации девчонки у меня, водитель, старосты и депутаты. Наверное, человек пять мужчин, остальные все девушки. Балтинская маневренная группа насчитывает 17 человек. Только в Машковском районе таких бригад 11. Если хватает сил, локализуют сами. Если смотрят, что пожары угрожают населенному пункту либо лесу, тогда сообщают единую диспетчерскую службу, которая, в свою очередь, принимает решение о направлении дополнительных сил для локализации. На сложные пожары задействуют уже профессионалов. В мае количество выездов пожарных машин увеличилось в 3-4 раза. Пик, когда вот именно праздничные дни, в среднем где-то от 5 до 8 выездов подразделениями пожарной охраны совершаются сутки. Главная причина пожаров в этот период даже не техногенные факторы. Короткое замыкание или использование газа, к примеру. В 90% случаев это элементарное неосторожное обращение с огнем. Люди жгут костры, жарят шашлыки, сжигают траву. И это все, несмотря на то, что пожароопасный период в Новосибирской области продлили до 23 мая. На период действия особого противопожарного режима введены дополнительные требования пожарной безопасности и установлен запрет на посещение гражданами лесов, запрет на разведение костров и выжигание сухой терминистой растительности. За данные факты в период особого противопожарного режима, который действует на территории Новосибирской области, предусмотрена административная ответственность. Нарушителей штрафуют и заводят административные дела. Александр Попов, Алексей Зубила, Новости ОТС.